В монастыре святых царственных старстотерпцев в Екатеринбурге отметили День памяти 40 севастийских мучеников. Исполняющий обязанности наместника святой обители иеромонах Милитон Зыбин носит имя одного из самых молодых воинов-христиан, пострадавших в Севастии. Также имя одного из угодников Божьих IV века взял в монашеском постриге студент Екатеринбургской духовной семинарии. Архиерейская литургия прежде освященных даров состоялась в храме царственных старстотерпцев. Невозможно представить этих угодников Божьих, разделенных друг с другом, поэтому храм посвящен всем членам убиенной августейшей семьи. Также вместе пострадали и 40 севастийских мучеников. На Руси этот церковный праздник называли жаворонки, ведь одной из традиций дня было печь постные булочки в виде птиц. Ну и, конечно, ждали жаворонков настоящих, первых вестников тепла. Также праздник назывался Сороки, не в честь белобоких сорок, а в честь сорока мучеников. Воинов-христиан из Каппадокии заставляли предать Господа и стать язычниками. Они не согласились, тогда их раздели и зимой загнали в ледяное озеро. Вот эта вот немощь, слабость человеческая, она как бы их оставляет, и в них остается только верность, стойкость, благоговение, страх Божий и любовь к Богу, которая выражается уже не только в глубине их сердца, но выражается уже и самой их жизнью. Известно, как звали всех сорока мучеников. Имя одного из них, Афанасия Севастийского, взял в монашеском постриге студент четвертого курса семинарии Александр Дегтярев. Давно знаю, уже несколько лет всего раба Божьего, и его стремление было, так как в житиях пишут, от молодых ногтей. Но все испытывается, проверяется временем, поэтому важно было ему и пожить, почитать, поучиться в семинарии, показать некое постоянство в своем желании, намерении и подтвердить это намерение еще и трудами. И он приложил эти труды. Также архипастер поздравил с именинами исполняющего обязанности наместника монастыря иеромонаха Мелитона Зыбина. Во время мучительной казни сорока мучеников, мать самого юного из воинов, святого Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Они являют собой такую верную дружину, которая весьма и весьма являет собой образ, прообраз братства монашеского, монастырского. Может быть, если трудно гадать, но труднее было бы этим воинам сражаться с врагом рода человеческого в одиночке. Их сила была не только в их вере, но и в том, что они были вместе. И те, кто сильные, поддерживали слабых, немощных и оскудевающих в своих страданиях. Также, по словам митрополита, и в монастырской обители есть те, кто нуждается в благом примере и те, кто может стать наставником для иноков.